Популярный актёр Владимир Селиванов поступил в труппы Челябинского государственного академического театра драмы и сыграет в главной роли в спектакле «Бал воров». Подробнее о новом творческом витке мы решили спросить у самого Владимира Селиванова. Он гость нашей студии. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Здравствуйте. Вот, Владимир, насколько мы знаем, вы актёр кино, да? Мы вас все знаем по сериалу «Реальные пацаны». Вообще, скажите, как вас занесло в театр драмы имени Наума Орлова? Ну, наверное, потому что я актёр кино. И поэтому в театр займёт. Захотелось бы попробовать в театре. Захотелось бы что-то нового. Выпала такая возможность, и я её с удовольствием воспользовался. Драматический театр – просто очень хорошая практика актёрская. И я немножечко застоялся, так скажем, в образе, который я в сериале диктую. И мне хочется, так скажем, пошалить. Некого разнообразия. Пошалить, да. Какого-то разнообразия. То есть, а у вас театрального опыта не было, как я понимаю? Театрального нет. Это вообще самый первый момент. То есть, после института, после сценических этюдов каких-то, и какой-то дисциплины с режиссёром, больше я вообще к этому не прибегал никогда. Да, всё остальное в основном было по части шоуменства, комедий-клаб, КВН и… И тут театр. Ну и сериалы, и кино, так скажем. А как, вы сами позвонились, созвонились, писались, предложили? Ну, мы просто поговорили с директором когда-то. Просто я высказал своё желание. Она сказала, почему бы и нет. И вот предложила. И закрутилась. То есть, с директором драматического театра. То есть, вы инициативу проявили, как я понимаю, правильно? Ну да. Этот спектакль должен был ставиться чуть раньше. Я всё ждал, пока у меня как раз было такое крупное окно в плане съёмок. Мне было бы проще репетировать. Вот. Ну так получилось, что вот оно выпало на осень, эта репетиция. И у меня начинаются сейчас съёмки реальных пацанов. И мне приходится перебиваться и летать туда-обратно. Жить в самолёте. Да, чтобы успевать отрепетировать спектакль, чтобы снять новый сезон. Ну, давайте о театре, да? Что за постановка расскажите? Может быть, Степан, вы расскажете? Ну да, друзья, мы с вами вместе на сцене работаем. Премьерная постановка как? Жан Ануй, Балваров. Я играю роль 20-летнего влюблённого Гюстава. А вот спектакль о том, кто же всё-таки из людей является настоящими жуликами, воры или банкиры. Ну как вы считаете, насколько эта тема актуальна на сегодняшний день? Классика всегда актуальна. Я бы скорее, наверное, думал здесь над приёмами, насколько над приёмами и постановкой, как это сделать так, чтобы это было актуально. В любом случае, в любой постановке можно найти актуальность, раз она является классикой. Я вот сейчас вам тему уже обозначил, вот и думайте, касается ли это вас или нет. У меня просто ваше мнение интересно было. А вот, Владимир, скажите, пожалуйста, как вам театр драмы имени Наума Орлова? Как Челябинск? Я очень люблю Челябинск, очень часто здесь бываю, поэтому так, в принципе, и вышло, что я работаю здесь. Потому что я здесь бываю в год, наверное, раз, может быть, по 12-10. Частенько, раз в месяц. Частенько, да. Владимир, скажите, пожалуйста, вот образ Лавана, который вы играете в «Реальных пацанах», он вам в жизни не мешает? Вот это вот «Дарова». Ну да, безусловно, есть этот момент. Но скорее, больше всего оно помогает. Потому что я стал популярным человеком, плюсов от этого больше. Хотя и сдержки тоже есть. Сколько селфи вы делаете с людьми? Ну, когда я делюсь с людьми, не обязательно там такого, ну, из своего сериала, то есть из других сериалов, из других каких-то проектов. Я понимаю, что, в принципе, это творится со всеми артистами. Это зависит от воспитания просто людей, которые подходят с просьбой сфотографироваться. Ну, вы отказываетесь или нет? Почему нет? Почему отказываюсь? Не всегда. Не всегда. Не, иногда отказываюсь, потому что это часто неудобно. А, Владимир, ну, вы сказали, что со съемками-то не завязали. Вот тяжело, на самом деле, разрываться между Челябинском, Москвой? Где еще съемки проходят? Как? Да нет, не тяжело, пока у меня там, у меня, к сожалению, когда здесь будут прогоны основные, у меня начнутся там, начнется пора съемок прямо плотно один за другим, поэтому мы как-то, как-то до дню премьеры, я уже буду, наверное, мы как-то подъеду сюда и будем в экстренном... В формате в формате вводить. В формате, да, доделывать все. Ну, и давайте напомним, когда премьера? 30-го и 1-го... 30-го сентября, 1-го октября. Какой из дней участвую я, пусть останется интригой. В общем, приходите. Да, буду рад, буду рад поиграть, буду очень нервничать, потому что это действительно новая для меня стихия. Мне приходится проделывать большую работу, потому что все-таки съемки и телекамера диктуют какие-то довольно-таки бытовые условия, небольшие движения. А театр, он диктует все-таки подачу широкую, потому что еще в Телебинске очень-очень широкая такая сцена, больше похожа на зал съездов. Вот, поэтому это всех, всех надо здесь прокачивать со всех сторон. И в том, и при том не переиграть. Большое спасибо. Ну, а мы напомним, что в гостях в нашей программе был актер Владимир Селиванов. Дорогие друзья, ну а далее пришло время новостей.